Йо-йо-йо, второй денек в Питере, короче мы сейчас на дворцовой площади и тут кипиш происходит, играет оркестр военный. Я не знаю, наверное может с репетицией 9 мая связано, но прикольно. Погода сегодня дубачок, вчера было 16 градусов, сегодня обещают 8 всего лишь. Да, уже вот заметно холодно. Сейчас ближе подойдем туда, посмотрим что-то как там. У нас сегодня еще Эрмитаж должен быть. Ну короче насыщенная программа, как всегда. Так, мы вошли в Эрмитаж, это было трудно чуть-чуть. Там с интернет с оплаченными билетами уже, нужно входить на вот центральный вход. Нужно туда не входить, а левее короче. Где Атланты? Вот, там поворачиваете налево и там вход для интернет билетчиков, как говорится. Вот, прикольно. Китайцев много, все как положено. И тут такой вид блиииииин. Смотрите, здесь вид на Неву, там стадион Петровский, что-то корабли всякие, шпили. Все, что нужно. Вот это вот зал. Это видим зал Петра. Посмотрите, какой зал. Здесь видимо балы были. Блин, ну прикольно. Но золото. Скажи читателям, что надо вот билеты заранее покупать. Билеты взяли покупать заранее, в интернет билеты. Потому что очередь тут нереальная. Мы вообще подошли к открытию, в 10.30 открывается. Здесь уже очередь. Хорошая такая стоит. Вот. А с интернет билетом вообще проблем нет никаких. Только нужно вход найти. Смотрите, ребят, какой здесь зал. Рыцарь, доспехи, лошади. А тут мелкий такой боец. Блин, класс. Так, для тех, кто красавый, купил интернет билеты. Короче, вон там вот главное, главный вход вам нужно направо. И вот здесь, здесь рабочие нужно повернуть налево. И там будет вход с интернет билетами. Ребят, очереди нету. Досмотр, блин. Ну, обычный досмотр. Все, по классике. Гардероб, все дела. Народу мало, туалет пустой. Ну, конечно, шикарно. Покупайте интернет билеты. Так, сейчас мы направляемся в главный штаб. Там продолжение осмотра. Прошли полностью основное здание. Было интересно. Все три этажа проходили. Здесь до сих пор продолжается репетиция параду 9 мая. Вот, сзади меня солдаты. Народ не особо много. Сейчас апрель. Че, начало только туристического жесткого сезона. Вот. Сейчас пойдем в главный штаб. Да, я думаю, зайдем нормально. Идем. И, ну, покажу, что да как. Так, это мы уже в главном штабе. Здесь третий этаж или... Да, вроде как. Смотрим экспозицию. Так, сейчас вы можете видеть мундир, принадлежащий Петру Первому. Ребят, ребятишки. Вот он. Вот он изображен в нем. Смотрите. Да, короче, это его картина. Петр Первый. Наш красава, который кайфовал в Амстердаме, в Нидерландах, в Голландии. И вот это его мундир. Крутая штука. Смотрите, сколько посуды. Смотрите, какие арабские мечи. Блин, крутая штука. И щит такой классный. Ну, умеет, умеет. Красиво, конечно. И вот здесь вот такая шкатулка классная. И вот здесь вот тоже мечи, топорик, что ли. Что это такое вообще? Какие кинжалы. Кинжалы. Вот такие вот залы. Потолки всегда очень красивые. Империаторские всякие безделушки. Гербы, все дела. Тут картины шикарные. Ну и вот, ребят, наконец-то, вот вам. Квадрат Малевич. Настоящий. Смотрите. Так, короче, прошли мы полностью дискуссионную нашу программу. Хочу сказать, прикольно. Потратили несколько часов на все. И то смотрели только самое необходимое. И мельком все остальное. Короче, прикольно. Всем советую. Берите все электронные билеты, ребят. Даже за границей. Потому что в Амстердаме мы тоже... Кого там? Ван Гога? Ван Гога, правильно. Музей Ван Гога тоже взяли через интернет. Вот. И мадам Тюсер. Короче, хорошая вещь. Если есть возможность брать электронные билеты, лучше бы это. Да, берите так. А если экскурсионные у вас путешествия там с группами, то в принципе там вообще даже не нужно париться. Отдаете бабки. Там за вас все решает. Сейчас мы были в одном месте. Вот оно. Купили шоколадки. Прикольные. Там шоколадки, сосульки. Они реально сделаны там, знаете, как молотки, как еще что-то в форме лиц разных деятелей искусства. Вот. Находится вот здесь вот. Я не знаю. Казначейская. Дом 5. Вот. Приезжайте в Питер и советую. Цены недорогие. Это будет вам, как и оригинальный сувенир. Вот. Мне подсказали тут слава умные. И прикольно. Там у кассы есть пробники. Можно пару шоколадок навернуть. Они мне не платили. Я... Это не такая. Это чисто от души, ребят. Вот. Чтоб знали. Так. Обратите внимание. Это почта в Питере. Такая старинная. Многие говорят, типа, как в Гарри Поттере чуть похоже. Ну, есть сходство, есть сходство. Типа с банком вот этим. Гарри Поттере. Я забыл его название. Ну, прикольно то, что старину такую сохранили. Классно. На записи нажал. Обратите внимание. Исаакиевский собор. Шпильной реконструкции. Все остальное целое. Сейчас зафотрую. То есть сейчас поели вот в таком месте. Счастье называется. Напротив Исаакиевского собора. Гламурно, дорого, но вкусно. Здесь банк какой-то. Там Роллс-Ройс вообще стоит. Ну, как, в принципе, нормально. Не, вообще нормально по ценам. Сытно, да. Так что, рекомендую, если что. Уасая Уайкун! Мы сейчас находимся у мечети, которая в Санкт-Петербурге находится. Сейчас посмотрим на ее убранство, на ее минареты. Исэнлиса с всем татарам, кто меня смотрит. Не переключайтесь. Вот так вот выглядит мечеть. Сделана в восточном стиле. Хотя в каком стиле она еще может быть? Так. Тут типа камень. Сейчас поближе подойдем. Здесь вы можете видеть, может, центральную дверь. И там что-то такое расписное, резное. Так, здание здоровое, прикольное и историческое. Так что, имейте в виду. Находится все это на станции метро Горьковская. Сразу после выхода вы ее увидите и по прямой. Здесь мы можем видеть с левой стороны это внутренний дворик. Ничего особенного. Вот в квартире находятся жилые синие помещение. И вот сама мечеть. Такая сделана вот в старинном, видимо, таком стайле. Потому что камни такие есть, ибо не отесные, как говорится. Вот тут. И вот такой, видимо, фарфор. Короче, глина. Запеченная. Я не точно в всех этих движениях. Но, как смог, так и объясню. Сейчас мы идем в Петропавловскую крепость. Ну там пацан, там пацан хочет купаться. Вот тут вот. Красава, он в воду залез. Ты прикинь, что за православный такой. О-о-о. Чувак креститься собрался. Ой-ой-ой-ой-ой. Выходит, выходит. Все, все, не может. Там еще кто-то купается. Там девка, что ли, была? Да, это напомню. Во-во-во. Блин, она плавает. Или кто это? Пацан или девка? Нормально, нормально, нормально так наяривает. Нифига себе. Обратно, обратно идет. Это что за, я не понял, вообще, туристы какие-то. Ну-ка, ну-ка, унесет ее? Нет, 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 нет. Ну-ка, ну-ка, вылази. Вылезу. Вылезу, нифига себе. Во дает народ. Так, а лед идет, лед тает, все дела. Вот такой вот вид. Сейчас скоро внутрь зайдем. Вот мы заходим вовнутрь. В Петропавловской крепости. Вон там шпиль. Здесь, что это, церквушка. Я название не знаю, не особо знаток. Я больше по Кремлю. Московскому. Так что, пишите название там. Мне в каментах. Тут можно видеть, вон, восковые фигуры. Можно зайти за деньги посмотреть. Вот где восковые фигуры. Здесь есть зайцы, с ним можно прикольно сфоткаться. Так вы можете видеть здесь брусчатку в виде круглого камня. Очень опасную, неудобную. Китайских туристов. Монетный двор. Пожалуйста, музыка играет вот в этом здании. Там, ну не знаю, к чему-то может приурочено. Вот мы можем видеть этот весь. Петропавловский собор. Ну, красиво, на самом деле. Красиво. Ничего не хочу сказать, но выглядит классно. Вот я теперь это все дело увидел. Показал вам. Приезжайте. В принципе, в Питер можно. Просто есть что посмотреть? Да. Там вот впереди можно видеть стадион Петровский. А сзади меня спортивный комплекс. Смотрите, какая прикольная станция. Здесь станция спортивная. Типа греческая тема. Так, ребята, представляю вашему вниманию офис ВКонтакте в Санкт-Петербурге находится. Отсюда Дуров кидал пятитысячные купюры и вел себя как сутенер настоящий. Пожалуйста, обратите внимание, Казанский собор. В общем, прям выглядит, знаете, как в Риме. Реально выглядит, как в Риме. Да, ведь похоже на Рим? Я там был. Ролики у меня есть. Можете посмотреть в плейлистах. Италия называется. Смотрите, какую машину я увидел. Типа из фильма «Тачка» что-то такое. Так, Роуд 66. Ну, вы поняли. Обратите внимание, ребятишки. Храм Воскресения Христа. Либо, как он там? На крови. Спаса на крови. Вот так вот называется. Жалко. Шпили. Центральная башня на реконструкции. Но, как вы можете видеть, есть сходство с Храмом Христа Спасителя. Нет, Василия Блаженного. На Красной площади. Короче, рассказываем. Подставу, подстав. Пришли к львам. Сейчас скажу, каким. А они на реставрации. Короче, вот здесь вот мост. Улица Грибоедова. Банковский мост. И вот эти вот львы. Сфинксы, или как они там? Вот, короче, с крыльями. Которые в фильме. Ну, часто мелькали везде. А вот они на реставрации. Вы прикиньте. Сейчас попили чуку. В таком месте вон. Волна называется. Волна ФН. Такое обычное студенческое место. Ссылочку, ну, вот эту картинку оставлю с адресом. Можно зайти, в принципе. Это, кстати, первое место из заведения, где я увидел, что узбеки работают полностью и на кухне, и в обслуживательном персонале. Вообще прикольно. Тут такой прикол. Вот в нашем номере есть вот такой вот подоконник. Широкий я на нем могу вот так вот разместиться. И смотреть, как там вот на самом верхнем этаже фитнес люди занимаются. И фоткаться вот так вот могу. Вот. Типа весь такой романтичный. Ну, прикольно. Ну, девочкам понравилась вот такая штука. Субтитры сделал DimaTorzok